Так, смотрите теперь, что я себе подприкупил здесь, чем я, соответственно, затарился. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта тег создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider, и это у нас аккаунт без донатов. Да, давненько его не было, но вот он у нас появился. И я, если честно, здесь готов с вами поделиться кое-чем интересным, потому что у меня здесь есть некоторые покупочки. У меня был почти миллион, да не почти, а вроде миллион кристалликов. Я у нас немножко, почти 600к слил, и у меня есть что вам показать. Да, кстати, напиши в комментариях, что ты прикупил себе на скидочках, или что, допустим, прокачал себе на скидочках, которые у нас присутствуют. И сегодня у нас последний день скидок на МПК, вроде бы. И мы сегодня с вами немножко подпрокачаем свой аккаунт, подпрокачаем, соответственно, пушечки, которые я себе прикупил. Это у нас все круто и интересно. И лайк, если любишь скидки в танкулайн. Вот серьезно, я не знаю. В последнее время я закупаюсь только лишь на скидочках. То есть вот в обычные дни, по крайней мере, на бездонаткаунте, я вообще ничего не беру. Я знаю, что будет какое-нибудь воскресенье, будет какие-нибудь дисконт-уикенды на дисконте, хотя бы со скидочками 30%, но, как говорится, закупиться можно. Поэтому это для меня, как говорится, дело достаточно интересненькое. Я у нас здесь, кстати, выполнил уже миссии. Миссии, соответственно, на 6 ультраконтов. Одна у меня полностью выполнена. Теперь жду следующую неделю, чтобы выполнить еще вторую, соответственно, штучку. Это у нас будет следующую пятницу, да. Так, и в магазинчике я сейчас готов себе прикупить еще одного, одного кого? Одного контейнера. Давай сюда, моя сладость. Может быть, там еще что-нибудь годненькое нам выпадет, но навряд ли. Даже тысяча кристалликов будет неплохо. О, устройственная грома адреналин. Неплохо, неплохо, нехот, пойдет. Хорошо. Так, смотрите теперь, что я себе подприкупил здесь. Чем я, соответственно, затарился. Затар у меня произошел прям такой неплохой. Я себе прикупил молотом. МК6 вариации. Я себе прикупил, соответственно, огнеметиком. Он у меня тоже МК6 вариаций. На пару шажочков даже прокачан. И вот так вот его, наверное, даже можно сделать, да. Прикупил я себе также еще рикошета. Это для будущего танк-флода. Если вдруг мы дойдем до Гелиуса, типа рикошетик у меня здесь уже имеется. Хорошо? Отличненько. Вот, а также непосредственно я себе прикупил Хантера. МК6 вариаций. Немножечко мы его сейчас с вами тоже покачаем. И из защиты я у нас себе приобрел защиту от огнемета. И защиту, соответственно, от молота. Потому что они меня очень сильно раздражают. Очень сильно песят. Покупать я это пока все у нас дело не буду. Именно в плане МК6 вариаций. Прокачать я это у нас тоже не могу. Потому что нужно сперва купить, чтобы добавили резистики. Поэтому с модулями у нас все понятно. По 25% резистов от огнемета и от молота у нас, как говорится, имеется. Ну и давайте теперь начнем у нас с корпуса. Я его хочу прокачать, ну, буквальненько, наверное, знаете, вот так вот еще можно. И вот так вот, соответственно. Пусть у нас скачается седьмой шажочек. Потом мы с вами переходим на молотка. Молот нам нужно тоже примерно плюс-минус также подпрокачать. Потому что, ну, ну, хоть и даже, наверное, молот мы, знаете, с вами подпрокачаем еще немножечко. Вот, 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 просто, ну, не знаю, ну, прям манит, ребят. Не знаю, я сейчас катаюсь здесь активно на молоте. Поэтому, ну, ты уж меня сильно не осуждай. Но я его прокачаю, соответственно, на фулочку. Вот просто пусть у меня качается. На фул, на каком-нибудь маршале я его полностью заберу. Также можно себе еще оставшиеся кристаллики пустить на прокачку огнемета. Потому что пушки ближнего боя у нас никто не отменял. И буквально вот так вот мы с вами это делаем. Может даже еще один разочек поставить. 29. Ну, и рикошетик. Не знаю, есть ли его какой-то смысл качать. Давайте, соответственно, тоже его на оставшееся количество кристалликов прокачаем. Может быть, где-то он в каком-то будущем мне прям неплохо-таки понадобится. Ну, и пусть четвертый шажочек у нас так качается. По поводу устройств. У меня, кстати, есть на отключение припасов дуплетик. И есть, соответственно, обойма увеличенной дистанции. На самом-таки деле, я вот не знаю почему, но дуплетик заходит неплохо. Как я всегда говорил. Потому что молота у нас, у нас, у нас, у нас. Апнули недавно. И он стал достаточно неплохо наносить, соответственно, урончик. Плюс, соответственно, на молоте я у нас играл активно только в 2014-2015 году. Как понимаете, очень много воды уже утекло. И я уже немножко даже соскучился по этому молотку. Поэтому прям неплохо на нем нагибаюсь сейчас. Мне нравится. Я прям комфортно на нем рублю. Из устройств. Я у нас пробовал на отключение припасов. На отключение припасов там тоже видел какой-то комментарий. На стримчике, в чачке. Что устройство на отключение припасов лучше, чем увеличенная обойма. Я в этом полностью и в корне не согласен. Лично, опять же, возможно, для меня такая ситуация обстоит. Но как раз таки мне важно убивать чуваков. И самому убивать чуваков. Самое главное, ребята. Ключевое здесь слово. Самому убивать этих челиков. С вот этим, как раз таки, отключением. Я у нас, получается, отключаю припасики. И на этом у нас все. Потому что перезарядка. Там за перезарядку у них уже это КД спадает. Ты нас никого толком не можешь убить. Вроде как наложил статус эффект. Но этот статус эффект больше подходит, когда ты у нас играешь в какой-то тиме. Вот. Поэтому для меня либо дуплетик, чтобы сразу у нас ваншотать чуваков. Но дуплет у нас немножко проигрывает. Именно в моем понимании вот этому устройству. Вот. Потому что мне как раз таки важно было, ну, убивать одного чувачка. Плюсом можно еще какой-нибудь другого зацепить. И плюс это устройство у нас же еще старенькое. Вот. Оно у нас раньше пользовалось достаточно неплохой популярностью. Раньше там все у нас практически на этом устройстве катались. Я у нас, знаете, схватил такую некую ностальгию. Это прям очень и очень неплохо мне зашло. Вот. И еще у нас получилась такая тема, что хоть ностальгия есть. И вроде бы на ней у нас особо много не вывезешь. Но я вам скажу так. Мне, ну, прям, прям, по крайней мере на таких званиях зашло на все 200%. Я катаюсь, особо ни о чем не парю. Подходишь к какого-то чувака, там, келяешь, что-то там с ним делаешь. И что самое ни на есть интересное, чуваки даже не одупляют, что я по факту выстреливаю у них 3 раза. И они такие, ну, у него все кончилось. Просто обычный молот, потому что некоторые ребята у нас толком даже не смотрят на тапчик, не смотрят, какие у меня устройства. И потом такие хопочки, попочки, тапочки. А у меня там еще кое-что есть такое интересненькое, что вот может немножко, говорит, твою жопку подорвать. Поэтому, в принципе, мне здесь неплохо. Ну, чувачки, конечно, на Гелиусах сейчас, да. По поводу Гелиуса и по поводу Танкфанда хочется еще тоже немножко добавить, немножко сказать. У нас же будет Танкфандец. Кто не видел прошлого видеоролика, обязательно посмотрите его, чекните. Но Танкфандец, это дело хорошее, благородное. И сейчас, я так думаю, чуваки, которые у нас выбили его как-то где-то, когда там раздача была этого Гелиуса, и я на нее, к сожалению, не попал, то, по-моему, сейчас у них немножко жопка, так как, знаете, знатно пригорит. Потому что, но Гелиус, он и в Африке Гелиус. Гелиус это имба, Гелиус это прикольная тема, чуваки, в принципе, на этом устройстве достаточно быстренько обгоняют абсолютно всех по тапчику. Но, 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 но скоро, возможно, все у нас целиком и в корне изменится. Так, чувачила, ну-ка, давай-то вот угомни, пожалуйста, твои печи. Не надо здесь тебе ничего доставлять, не надо, соответственно, тебе здесь ничего делать. А кто у нас там оглушил? Кто оглушил мою команду? Ладно. Там у нас немножко флажочек доставляют, а я здесь у нас этого Челика хотел сказать под тараканью, но нет, под тараканью не меня. Да, чувствуется, что когда ты у нас получаешь звание генерал-майор, тебя зачастую кидают, как раз-таки, знаете, в такие смешанные бои с легендами. И нехватка резистиков, она ощущается. Потому что, допустим, я бы сейчас у нас взял еще себе резитик от Громика какого-нибудь с удовольствием, плюс резистики от Теслы бы взял с удовольствием, возможно, даже в какой-то степени я бы взял себе резистика еще и от Рикошета, потому что Гелиуса на таких званиях никто не отменял, и Гелиуса на таких званиях делают просто грязнющую грязь. Они тебя берут и унижают целиком и полностью. Но, как говорится, покупками я у нас доволен, закупился знатненько, потратил целый миллион на своем бездонат-аккаунте, поэтому я сейчас такой счастливый, в принципе, кристаллики эти копил. Вот, потом, кстати, в какой-то момент я у нас эти кристаллики просорвал немножечко, но тем не менее, тем не менее, получается тоже достаточно интересно, достаточно неплохо. И покупочки у меня есть, покупочки, соответственно, я у нас сейчас расчехляю потихоньку-полегонечку и, соответственно, ими пользуюсь в полной мере. Так, а у нас чувачки тусуются сверху, это как бы не есть хорошо, не есть плохо, но неприятненький. Остается у нас тот факт, что они могут забрать какой-нибудь овердрайв. Блин, Теслы прямо на таких званиях мелких, они тоже, знаете, достаточно неплохо неприятности тебе производят. Поэтому, если там кто-то спрашивает, покупать Теслу или нет на мелких диапазонах, берите, ребята, абсолютно никак и нигде не пожалеете. Не, ну чё, давайте, пожалуйста, без этого. Всё-таки у меня есть овердрайвик, которыми я пользуюсь, а вот это-то тело у нас немножечко взяло и доставило флажочек. Ну, летающий корпусайд тоже, как говорится, отдельная тема для разговора, отдельная тема для ролика. Ладно, в общем-то, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видосик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok